Аксения Зиновьева Стагедия в Чапецке. В одной из квартир найден труп 10-месячной девочки. Мать и ее сожитель были рядом. Здесь еще ничего у нас чистят более-менее. А в некоторых местах пройти невозможно. Что касается наших вот этих, вот здесь чистят нормально. Кировчане могут отдыхать спокойно в мэрии. Рассказали, как будет жить город в новогодние каникулы. Пока все очень похоже на сказку. Небритые и безработные в Ленинском районном суде прошло первое судебное заседание по делу Ильи Шульгина, бывшего главы администрации Кирова. Катались прям толпой, как было здорово и весело. А сейчас что, вот такие маленькие только могут. Где большая горка, кировчане недовольны новогодним оформлением театральной площади и просят больше развлечений. Кондукторов попросили быть повежливее. Городские автопереводчики с 1 января будут работать по новым контрактам. Трагедия в Кирово-Чепецке. Сегодня область потрясла новость о смерти маленькой 10-месячной девочки. Тело малышки нашли утром в одной из квартир Кирово-Чепецка. Что конкретное произошло ночью, пока неизвестно. В квартире также была мать ребенка и ее сожитель. Следственный комитет возбудил дело по статье «Убийство». Деталей страшного преступления пока немного на место происшествия. Сразу выехали следователи и следователи-криминалисты. Начались следственные действия, которые должны установить все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По неофициальной информации, в ту ночь мама девочки и ее сожитель вместе выпивали. Семья считается неблагополучной. У женщины есть и старший сын. Сообщается, что мать якобы уже ставили на учет за жестокое обращение с ребенком. В деталях трагедии сейчас разбирается Следственный комитет. Дороги почистят, тротуары разгребут и даже вывезут мусор. Сегодня в мэрии рассказали, как будут работать коммунальные службы в новогодние праздники. Отдыхать некогда, пока такой девиз у городских подрядчиков. Посмотрим, отвечает кировчанин. Опыт прошлогодних новогодних каникул еще свеж в памяти людей. Как показывает практика, в новогодние каникулы коммунальные вопросы встают особенно остро. В этом году подрядчики говорят, что к работе готовы. В праздничные дни они будут работать в круглосуточном режиме. У специалистов по коммунальной службе у нас нет праздников. Мы работаем в плановом режиме. У нас техника вся уже готова к праздникам. Составлены графики работ, как и ручных специалистов ручного труда, так и механизаторов и ИТР-состава, инженерно-технических работников. Будем работать в круглосуточном режиме, без выходных дней. Будем поддерживать, скажем так, безопасность в городе. В первую очередь это безопасность. Ну и уборка мусора после праздников. Обязательно все пройдем, очистим. Сегодня больше всего кировчан беспокоят дворовые территории. Снег там убирают редко. От этого появляются глубокие колеи. Каждый выезд со двора для водителей становится лотереей. Получится вырулить из накатанной ямы или нет? Ну плохо, видите. На полном приводе я выехать не могу из колеи даже. Хотелось бы лучше, но я не надеюсь, что до Нового года кто-то что-то будет. А потом 10 дней выходных тем более. Ну дворы очень плохие. Ну не во всех случаях. Некоторые есть отлично выгребены. В центре чистят, на окраинах не особо. Как мне вот на микроавтобусе это можно сесть и все надолго. Когда снег идет, то это уже гарантированно все завалено. И убираться не сразу. Единственное, что да, и очень тяжело в такие дни ездить. Уборка не своевременная, скажем так. В новогодние каникулы обещают не забывать чистить тротуары и лестницы. На их состояние до сих пор жалуются кировчане. Почему-то лестницы, спуски и подъемы рабочие вообще обходят стороной. Или чистят, когда гневные посты появляются в социальных сетях. Здесь еще вот ничего у нас чистят, более-менее. А в некоторых местах ведь пройти невозможно. Что касается наших вот этих, вот здесь вот, здесь чистят нормально. У нас здесь есть свой дворник, здесь хорошо все делается. А что по Октябрьскому, я там не знаю. Ну, видел, раза два трактор проходил у меня, вот это на Октябрьский. Уборки, улицу убирает хорошо. Тротуары хорошо убирает, все. Это нормально, вот у кутыломусорок бывает такой срач. Это есть у них. После праздничной мусорной коллапсы еще одна уязвимая тема для коммунальщиков. В прошлом году именно на новогодних каникулах в городе произошел мусорный коллапс. Вывоз отходов практически прекратился. В этот раз и здесь обещают, что все готово к праздникам. Проведена встреча с Куприд, чтобы в новогодние праздники своевременно вывозился мусор. Куприд готов к увеличению объема мусора. Дополнительно проговорили, где при необходимости можно привлечь дополнительную технику, ну, грузовые машины, если такая необходимость потребуется. То есть город полностью готов к праздничным дням в части обеспечения жителей всеми коммунальными ресурсами. Еще за новогодние каникулы планируют убрать сосульки и почистить крыши. За порядком в городе будут следить специальные дежурные. В общем, по обещаниям и планам, кировчане вводят каникулы могут ни за что не переживать и отдыхать спокойно. Дороги почистят, тротуары посыпят, сосульки уберут и даже мусор вывезут. Итоги и реальную картину готовности коммунальщиков подведем после праздников. Надежда Алюшина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Не бритый и безработный. Сегодня в Ленинском районном суде прошло первое судебное заседание по делу Ильи Шульгина, бывшего главы администрации Кирова и начальника УДПИ Алексея Ишутинова. Заседание было недолгим, длилось оно всего 15 минут. Адвокат Шульгина попросил перенести заседание для того, чтобы ознакомиться с материалами дела. Суд был не против, продолжит процесс в январе. Шульгин сейчас живет в Казани и не работает. Ишутинов будет ждать приговоров в Кирове. Напомним, их обвиняют в превышении должностных полномочий. Дело связано с закупкой камер видеофиксации, которые технически не подходили под контракт. Дело о трагичном ДТП в Чистых прудах ушло в суд. Школу в Чепецке наконец-то есть кому отремонтировать. И в регионе появилась первая кислородная станция за 17 миллионов рублей. Подробности далее эфир продолжит рубрика короткой строкой. Прокуратура Ленинского района Кирова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП, в котором погиб 6-летний ребенок. Авария произошла в августе в Чистых прудах на перекрестке улиц Попова и Чистопрудненской. 35-летняя обвиняемая на Хонде выехала на полосу встречного движения. Женщина не уступила дорогу приближающемуся автомобилю «Форд», за рулем которого был 21-летний молодой человек, и превысила скорость. В результате пострадали 6 пешеходов. 6-летний ребенок погиб. Мужчину и женщину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли смерть по неосторожности. Дело направлено в Ленинский районный суд. Капитальный ремонт школы номер 7 в Кирово-Чепецке продолжит подрядчик из Кирова. Предыдущий завершать ремонт объекта отказался, из-за чего администрация Кирово-Чепецка приняла решение о расторжении контракта. Закончить ремонт планируется до конца марта 2022 года. В школе проведут укладку плит, покраску и отделку всех помещений, классов, коридоров, столовой. В Кирове появилась первая кислородная станция. Ее установили в Кировской городской больнице номер 5. Станцию будут использовать для производства кислорода из воздуха. Работать станция может как в зимнее, так и летнее время. В минуту агрегат производит более 1 тысячи литров медицинского воздуха. Вскоре в регион поступят еще концентраторы кислорода. Их установят на территории семьи больниц. В районе дома номер 180 на улице Карла Маркса перекрыли движение на неделю. Там обнаружили дефект на теплосетях. Ближайшие дома пострадать не должны. Их переведут на другую ветку подачи тепла. Автомобилистам следует заранее планировать свой маршрут. Объехать этот участок можно со стороны Блюхера по улицам Володарского и Азина. Работы планируют закончить 5 января в 10 часов вечера. Впереди еще много интересного. Смотрите во второй части нашего выпуска. Катались прям толпой. Как было здорово и весело. А сейчас что? Вот такие маленькие только могут. Где большая горка, кировчане недовольны новогодним оформлением театральной площади. И просят больше развлечений. Кондукторов попросили быть повежливее. Городские автопереводчики с 1 января будут работать по новым контрактам. Накачать пресс, жениться и прочитать войну и мир. Кировчане рассказали, что не успели сделать в этом году. Об этом и многом другом после короткой рекламы. В эфире информационный канал Город и мы продолжаем наш выпуск. Новогодних забав по минимуму кировчанам, мягко сказать, не очень понравилось новогоднее оформление театральной площади в этом году. Каких-то особых чудес и необычайно сложных по исполнению фигур, конечно, никто не ожидал. Бюджет был сравнительно небольшой. Но так мало развлечений явно никто не ждал. Взрослому человеку прийти, вот так пройти разочек и все. Раньше, я даже помню, я еще катались прям толпой. Как было здорово и весело. А сейчас что, вот такие маленькие только могут. Больше всего кировчан расстроило отсутствие большой горки. Сейчас по факту на площади только две маленьких. Подросткам, да и взрослым покататься негде. Да и в целом нынешний ледовый городок кировчане назвали бедненьким на развлечения и красоты. Как обычно мы приезжаем сюда, каждый год к маме я приезжаю. Я из Саратове живу. И здесь в Сурене бывают там пони, лошадки, большая горка. Вы сами с большой горки катались или только ваши дети? Конечно. Тоже вместе с ними? Всегда. Всегда. В этом году я вообще в шок. Я пришла в детский. Был и лабиринт ледовый, и больше фигур было. Немножко бедновато в этом году. Сейчас на площади есть только новогодняя ель, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, две детские горки, каток и световая инсталляция. Кировчане в социальных сетях возмущаются сумме, потраченной на такое количество объектов, и спрашивают, неужели нельзя было использовать конструкции хотя бы большой горки с прошлого года? Ответить людям уже нечем. Городок принят, деньги оплачены. Говорят, что красиво площадь смотрится вечером, когда загораются огни. Кировчанам остается просто смотреть на вечернюю красоту особо, делать там нечего. Напомним, что на оформление театралки в этом году потратили 10 миллионов рублей. Кондукторов попросили быть повежливее, а перевозчиков не срывать график движения. С 1 января в городе автоперевозки начнут работы по новому контракту. Пассажирам обещают особо ничего не менять в маршрутной схеме, хотя людям, конечно, бы хотелось. Слишком много жалов в последнее время на работу в городе общественного транспорта. Сегодня в мэрии прошло совещание с новыми участниками контракта по перевозкам с 2022 года. Работать в Кирове будут 10 предприятий. Среди них самые крупные АТП и Киров пассажир автотранств. В автопарк последнего в декабре пришло 67 новых автобусов, которые с начала нового года будут работать на маршрутах номер 46, 2, 5, 16 и 87. Изменений в маршрутную сеть вводить не обещают. Перевозчиков попросили в новом году повысить качество обслуживания пассажиров, имея в виду отношение некоторых кондукторов к работе и их внешний вид, на который уже давно жалуются кировчане. О невыпуске автобусов на линию тоже говорили. А еще попросили перевозчиков рассмотреть вопрос нулевых маршрутов. Это когда троллейбус идет в парк, но по пути он может взять пассажиров. В новогодние праздничные дни с 1 по 9 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. В саму новогоднюю ночь специальных маршрутов не будет. До нового года осталось всего пару дней. По традиции все подводят итоги уходящего года. Ими делятся в своих социальных сетях или на собраниях в трудовых коллективах. Сегодня мы решили спросить у кировчана, что из задуманного они не успели сделать. Не смог 100 тысяч заработать собственными руками. А почему не получилось? Не было времени, учеба все занимала. И не все долги успел закрыть по учебе. Ремонт дома не сделал и так далее. Там много всяких бытовых вещей, много всяких. А почему не сделали ремонт? Работы много. Я не накачал пресс. Мне стало очень грустно. Я решил, что тортики лучше, чем пресс. Переехать в нормальный город. Я, короче, поступила в Москву, потом... Не закончила вуз, но я только на втором курсе. Не прочитал «Война и мир». День, прокрастинация, все вместе там. Домой не получилось поехать на Новый год. Куда? Да, минеральные воды. А почему не получилось? По работе. Мне не удалось путешествовать по Кировской области. Я очень хотела. Я хотела устроить небольшой тур, может, по Вятским полянам, Советскую. Квартиру купить. Почему не удалось? Ну, так получилось. Ну, деньги есть. Вот. Жанна была состояться в поездке в Ригу, но она так и не состоялась из-за коронавируса, к сожалению. Влюбиться. Потому что нет пока достойных. На машину не купил. Не женился. А была такая цель? Все еще есть. Ирина, когда ты уже за меня замуж-то выйдешь? Это все новости на сегодня. Таким был этот день, 29 декабря. Если у вас есть новости, звоните в нашу редакцию по телефону 8 912 827 3302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Новости Кирова, Первый городской канал. Для вас в студии работала Ксения Зиновьева. Всего хорошего. Увидимся в городе.